здравствуйте друзья в эфире программа недвижимость за рубежом сегодня ведут василий богданов и карина булкасимова а сегодня у нас в гостях наши друзья анна голубович директор компании новоградня здрасте она и на сером они инвесторы застройщик компании новоградня здрасте на сер я неоднократно было в черногории и вот сегодня мы даже совместили нашу передачу с одной из выставок который проходит москве на постоянной основе пригласили наши друзей в студию рассказать что сейчас происходит в черногории с точки зрения интереса россиян к недвижимости какая сейчас политическая обстановка мы знаем что в мире сейчас не очень просто у россии складываются отношения с некоторыми странами да какая сейчас инвестиционная привлекательность объектов да какие финансовые условия ну и в том числе поговорим про конкретный объект который называется виктория резиденс да на то с чего начнем давайте начнем наверное немножечко несколько слов о политической обстановке как вообще отношения между черногории и россии за последнее время они изменились там влияют ли какие-то санкции международные которые не будем скрывать таскать не очень здорово в целом на экономике отражаются вот какое ваше мнение знаете как прежде всего черногорские народы это славянский народ не абсолютно братский народ один же народ с русским народом так что ну к сожалению просто это что у вас пишется в медиах и в газетах это переносится от наших оппозиционных медиев которые на самом деле финансируют американцы просто почему потому что черногория это принципе российская страна ну там много русских живет покупать недвижимость дети вырастают ну я знаю что в будве очень большая российская диаспора там что-то 10 или 15 тысяч человек да сама 20 тысяч жителей вообще 15 тысяч русских так что именно по этим причинам они специально не смотрим на народ что получится потом у народа они так пишут а на самом деле самые санкции про которые мы говорим это как сказать черногория маленькая страна окружена с евросоюзом она у ее нет возможности намного отказываться от этого что евросоюз захочет да вообще наш праминистр который весь народ любит даже как и вашего президента он две недели назад отказался от новых санкций и сказал ну все уже первый раз вы нас там заставили уже мы с этим не будем то есть с вашей точки зрения отношения к российским покупателям максимально дружелюбно и абсолютно они даже там как дома ну как сказать мы сами считаем россию как мать хорошо тогда собственно перейдем к следующему вопросу да с точки зрения вот сейчас тренды по кубке продажи что сейчас вот уменьшились объемы покупок россияне по-прежнему инвестируют покупают недвижимость что сейчас выбирают если покупают черногория пока вообще самое интересное в европе страна именно для инвестиций поэтому что там постоянно цены вырастают и очень много людей покупает на самом деле не только русские просто мы даем акцент на русских поэтому что мы привыкли с ним и любим с русским работать а на самом деле там разные даже европейцы и там азербайджанцы и армия не разные короче народы и албаньцы даже покупают сербы покупают что сейчас пользуется спросом большей степени может быть нас расскажет мне не более пока покупать или покупать именно для жизни для жизни или для инвестиций это двухкомнатные квартиры ну хорошего качества прежде всего бизнес плюс класса чтобы они сами отдыхали чтобы потом арендовали и самое главное перепродавали эту недвижимость и на такой виду их даже получается бизнес малой квадратурой люди лако стигны до до и прибатцы пока покупатели более всего покупают такую ну до стоимости 200 тысяч евро скажем поэтому что просто перечисление денег на много легче ну чем более сумма тем на самом деле не тяжелее но просто люди боятся именно про этим всем причинам которые рассказывают которые на самом деле не правильные совсем сейчас мы посмотрим на рынок сегодняшний стараемся чтобы подходил и желанием клиентам и это пока квартиры двухкомнатные трехкомнатные но меньше площади просто там допустим двухкомнатные до 50 квадратных метров двухкомнатные там до 80 квадратных метров короче спрос меньше на такие большие квартиры насколько я понимаю что сейчас происходит в черногории покупка россиянами наиболее маленьких квадратур из-за ценовой категории а как происходит открытие банковских счетов в черногории покупки не для покупки да ну это совсем легкая процедура вообще вес за все законы и все процедуры сейчас наладилось чтобы клиентов даже покупателям было проще купить 2 открывайте счет даже в течение 10 минут на который потом перечислять свои деньги либо прямо со своего российского счета перечисляете деньги на счет строительной компании вам просто нужен натарский договор который подписывается в черногорию как доказательство за что вы перечислять деньги и без проблем а вот еще такой вопрос по вашей практике россияне которые покупают недвижимость они в основном там живут круглогодично или приезжают туда только на лето и тогда если возможность сдавать недвижимость в те месяцы которые они там не живут вот каким-то образом они прежде всего покупают именно для инвестиции поэтому что в фазе строительства вы покупаете намного дешевле а потом продается на много но прибыль там примерно от 30 до 50 процентов конечно люди арендуют поэтому что аренда в сезону очень дорого стоит там допустим двухкомнатная квартира на первой линии стоит до 100 150 евро в сутки так что очень выгодно ну нет хочу сказать не такого специального чтобы люди жил и но они были кладывают деньги для инвестиций да а если возможность на снимать арендовать жилье для людей которые не имеют такой возможности например до 50 евро в день по если таки есть конечно есть и недорогого жилья ну просто не на первой линии да 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 но просто спрос сейчас именно такое именно для бизнес плюс класса либо совсем совсем эконом как быстро вы строите ваши комплексы насколько я знаю вы одна из лучших компаний в черногории которые темпы достаточно большие срок строительства нас как инвестор выбирает проекты которые ежегодно заканчиваются поэтому что это более выгодно для покупателей и это допустим до 6 тысяч квадратных метров еще важная установка это что все квартиры продаются под ключ с отделкой это даже отделка бизнес класса это все у нижних потолки леда рассвет обои обогрев полов керамика даже гранит они керамика тогда можно в связи с этим еще раз задать вопрос о ценовой категории то есть от маленьких квартир там одно двухкомнатное до ну там от 50 метров до там 100 150 примерный диапазон допустим двухкомнатная квартира 43 квадратных метров с отделкой стоит 112 тысяч евро еще один важный момент что мы всегда предусматриваем рассрочку до конца строительства что еще очень выгодно для покупателей мы даем возможность чтобы они даже самые сказали как им выгодно оплачивать есть трехкомнатные квартиры с видом на море 72 квадратных метров они стоят 215 тысяч пока но очень важный момент что они после сдачи объекта в эксплуатацию с мебелью уже буду стоят 400 тысяч поэтому говорю очень выгодно для инвестиций именно в стадии строительства и очень важный момент что наша компания строит именно на своих деньгах без кредитов без хипотеков да да за собственные деньги и гарантирует каждому покупателю своим имуществом или своим уже построенным недвижимостью за недвижимость который он данном моменте в строительство покупает насколько я знаю у вас существует и меньшей площади нежели 100 как вы сказали 112 тысяч евро до 43 метра помимо 43 есть у вас студии которые гораздо дешевле которые могут позволить принципе достаточно среднестатистический человек в россии да есть они меньше но ничем хуже качество абсолютно одинакое они выглядят даже как люкс номер в самый люкс гостиницы 31 квадратный метр с просторным санузлом с хорошей террасы 84 тысяч евро и есть с видом на море тоже такие 90 тысяч раз тот случай чтобы купить самому там пару недель на время сдавать да 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 я не сдаюсь очень хорошо даже 100 евро в сутки да смотрите сейчас мы ненадолго остановимся и во второй части нашей программы уже более подробно поговорим про комплекс виктория резиденц да хорошо спасибо дорогие друзья а небольшой перерыв рекламная пауза оставайтесь с нами дорогие друзья снова здравствуйте продолжаем программу недвижимость за рубежом с вами в студии василий богданов и карина булкассирова и наши гости анна голубович и насера май который представляет компанию новоградня еще раз здравствуйте друзья мы пообещали нашим телезрителям рассказать во второй части непосредственно о об одном из комплексов которые вы сейчас предлагаете российским покупателям виктория резиденц но сначала я попрошу вас рассказать несколько слов об инфраструктуре потому что люди же не только покупают квартиру но они же покупают проживание в определенной стране да вот какая сейчас у вас ситуация с визами можно ли получить вид на жительство какая ситуация ну вот раз мы говорим про будву это там же до виктория резиденц какая ситуация если там русские школы если там врачи и говорящие на русском языке ну потому что если люди переезжают туда ну конечно им же нужно какая-то вот уже сообщества инфраструктура понимания да там абсолютно все разговаривают по-русски даже от маленького ребенка до взрослых людей я при этом все ощущение что ты да почти практически в русском городе там существует и русские садики и русские школы и даже гимназия даже институты существуют на котором по-русски можно учиться по вопросу виза не визы не существует 30 дней только виза по моему не нужно 9 больше 90 до 90 дней насколько я знаю до 90 дней россиянин именно может пребывать на территории вашей страны но так как все европейские страны рядом да там албания хорватия сербия ты можешь в течение полу сколько там трех часов шести доехать пересечь границу вернуться обратно ну давай так по поводу визы все-таки здесь такой вопрос сложный адресуем наших телезрителей на специальные порталы в посольство пусть они там уточнят вот тогда править на жительство возможно это тоже конечно сейчас вышел новый закон по каком покупатель недвижимости в черногории может получить видно жительство на год который потом продолжается и в течение пять лет он даже может стать гражданином черногории это вообще такая мелкая процедура как несложная совсем даже есть агентство который именно занимаюсь выдам на жительство которые вы получаете в течение 15 до 20 дней хорошо тоже подробности сейчас не будем потому что это вопрос такой сложный но все равно это люди должны у юристов профессиональных спросить сейчас не будем ничего обещать но в общем в общем и целом это дружелюбная абсолютно абсолютно хорошо тогда собственно вернемся к вопросу уже непосредственно комплекс расскажите про него что вот вы сейчас с чем приехали в москву предложить российским покупателям пришли предложить нашу красавицу викторию которая находится в самом центре бутвы всего 100 метров от мора и пляжа еще это часть бутве называется еще мы ее называемый маленькая москва поэтому что именно тут вес бизнес крутится и тут все русские меня боли находится пока виктория сейчас а вы привезли небольшой ролик давайте мы сейчас покажем а потом вы продолжите рассказ дорогие друзья мы предлагаем посмотреть небольшой ролик об этом комплексе в том числе и в общем все что есть вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok что за предложение, что за цены, какие качества, какие местоположения объектов. По вопросу процедуры покупки, если клиент выбрал квартиру, какая ему нравится, мы ездим у нотариуса, у нотариуса подписываем главный нотарский договор об правах собственности на эту квартиру, не смотрим, что она в фазе строительства, все равно она оформляется на покупателя, даже у нас на участок, в фазе строительства, самый участок, это у нас называется забеложба, это запись, где написано, что вот Карина Булкасима купила квартиру номер, допустим, 403, чтобы эту квартиру нельзя опять перепродавать, просто чтобы людей не обманывали, это как страховка для клиентов. После подписания договора, на самом подписании клиенты обозвучивают, как им выгодно оплатить, даже мы отдаем такую возможность, аванс просто на самом подписании договора, там в размере от 5 до 10 процентов от стоимости квартиры, а потом в рассрочку можно, даже как клиенту выгодно, он так записывается в контракте, и потом он так и оплачивает. — Настер, вопрос такой, что касаемо стадии строительства, да, если человек приобретает на стадии котлована, да, возможно, там первого этажа, есть ли варианты отделок конфигурации, то есть, например, если человек хочет видеть ванну, а там душевая кабина. — То есть, что может выбрать покупатель на стадии строительства, на стадии обсуждения проекта квартиры? — Мы идем в варианту, значит, когда починем объект, значит, взимаем и свои остальные материалы, значит, а когда купать, значит, можно добирать только из-за того, что им больше варианта добирать отделку, какая клиенту нравится, вообще мы на самом начале строительства, ну, перед началом строительства, покупаем все материалы, которые там уже будут, всегда оставим возможность 3 или 4 разных дизайнов и цветов, чтобы клиент мог выбрать, что и как им нравится, а еще с этим, что Нассер сам еще и архитектор, он может даже клиенту предложить отделку, какая им, да, посоветоваться, либо они сам и могут сказать, как им нравится, но важно, что все на месте, именно можно посмотреть и выбрать, даже на самом начале строительства. Еще даем еще одну возможность, это мобилирование квартиры, чтобы клиенты не тратили время и не обращались к каким-то другим компаниям, которые могут быть даже и не серьезные. У нас есть наши поставщики, которые занимаются мебелью, и еще одна выгода, это что можно покупать оптом, оптовые цены просто получают покупатели. Ну, у меня последний вопрос для вас, Нассер, существуют ли какие-то налоги на недвижимость, и сколько стоят коммунальные услуги в России? Ну, и вообще содержание. Ну, мы идем, значит, у разлика от других компаний, значит, кои удержавают свои здания, значит, кои ставляют высокие цены, и то за удержавание, мы идем у другую политику, мы, значит, наплачуемо своими купцами, само то, что мы тратим, потому что наша компания, значит, има больше объектов и она удержава все свои объектов, и на всякий объект, значит, има поеден наш родник, значит, кои удержава, мысим, сграду, так вот наши цены су минимальные, так скажем, от 25 до 30 евро месячного. По вопросу содержания обслуживания самого дома в Черногории это у многих компаний очень дорого стоит, но мы стараемся, чтобы наши клиенты были довольны, и они оплачивают именно столько, сколько надо, сколько надо оплатить этих работников, которые месяц занимаются уборкой, охраной, там, светом и всем остальным. Да, это у нас примерно стоит от 25 до 300 в месяц, это за квартиру. И еще один важный момент, это что мы стараемся, выбираем только участки, где зарегистрированы жилые здания, это значит, что у вас самые низкие налоги, тарифи на электричество, на воду, на мусор, на все. А налог, какого количества? Ну, допустим, двухкомнатная квартира, это зависимо, конечно, от площади, ну, допустим, 50 квадратных метров, максимально 150 евро в год. Ну, это не совсем... Это важно, как недвижимость зарегистрирована. Апарт-отели, допустим, они по ценам ниже от жилых здания, ну, поэтому вам потом придется намного дороже оплачивать обслуживание за квадратный метр, даже не по квартире, электричество и воду, поэтому, что вы покупаете коммерческую недвижимость для аренды, допустим. И еще вам придется оплачивать налог на прибыль. Очень важный момент, поэтому надо осторожно смотреть, чтобы вам глаза... А у вас есть при компании свои юристы, которые тоже могут рассказать все вот нюансы владения, использования недвижимости? Да, абсолютно. Мы предусматриваем полный пакет услуг для нашего клиента. Ну что ж, друзья, это хорошая история. Я думаю, что если наши телезрители, кто-то заинтересовался, могут зайти на сайт, позвонить. Тем более в глаза вас видели, знают, кому звонить. Вот если что, можно... Да, для меня это главное. Насеру Ани Голубович, так сказать, да. Ну что, спасибо, дорогие друзья. На этом наша программа и подошла к концу. В гостях у нас были Анна Голубович, Настя Ромай, а вели передачу Василий Богданов и Карина Булкасимова. До свидания. До свидания.